МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студии по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать вопросы моему сегодняшнему гостю. А у меня сегодня в гостях заместитель, руководитель администрации Щелковского муниципального района по социальным вопросам Юрий Орденов. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Добрый вечер! Я хочу, наверное, сразу пояснить нашим зрителям, что значит по социальным вопросам, какие сферы деятельности вы курируете. Это, прежде всего, образование, культура, спорт, работа с молодежью, туризм, контроль за работой учреждений здравоохранения и выполнение программ по делам инвалидов. Давайте, наверное, вот с этой последней темы и начнем, наверное, самое важное сейчас, о том, как реализуется в нашем районе программа «Доступная среда». Что для этого делается? Добрый вечер, уважаемые телезрители Щелковского муниципального района. На самом деле, сегодня, как никогда, и на уровне президента Российской Федерации, и на уровне правительства Московской области стоит очень важная задача. Это доступная среда для маломобильных групп, инвалидов, всех видов и форм инвалидности. Щелковский муниципальный район, безусловно, еще в прошлом году включился в эту работу. У нас есть программа «Доступная среда», которая включает в себя ряд мероприятий, направленных на доступность объектов, социально значимых объектов, включенных в реестр управления социальной защиты населения по Щелковскому муниципальному району. Буквально час назад я закончил проводить координационный совет, который создан на уровне администрации Щелковского муниципального района, куда входят все отрасли экономики нашего района, все предприятия и организации, и социальной сферы, и банкового сектора, и промышленное предприятие. Для того, чтобы комплексно подойти к решению этой очень важной для нас работы. Безусловно, в координационный совет входят представители общественной палаты, инвалиды, колясочники, которые на практике, как мы уже убедились, помогают нам вести и контроль, и предложения по реализации этой программы. На самом деле, скажу честно, что это очень непростая программа, которая на протяжении многих лет, безусловно, выполнялась, но в недостаточной мере и степени. А с чем это связано? Это было, конечно, связано с тем, что было очень мало нормативных документов выпущено по данному вопросу. Начиная с дорожной инфраструктуры, на это при производстве работ, ремонтных работ, дорог, тротуаров, обочин, на проблему доступности инвалидов не обращали практически никакого внимания. И, безусловно, эта работа огромная, и мы ее сейчас комплексно пытаемся решить. Есть перечень объектов, есть перечень мероприятий в этой программе. И 29 июля этого года нас посетила общественная организация «Некоммерческая колесница», очень известная организация Московской области, вместе с уполномоченным по правам инвалидов при губернаторе Московской области, всем известная ведущая Оксана Пушкина, и проинспектировали ход реализации этой программы в Щелковском муниципальном районе. Безусловно, мы ничего не скрывали и показали по просьбе этой организации ряд объектов на территории города Щелково. Чем-то организация эта была удовлетворена подходом нашим. На какие-то моменты обратили особое внимание, особенно обратили внимание на жилой фонд. Мы знаем, что что касается нового жилого фонда, программа «Доступная среда» реализуется в большей степени. Что касается фонда, построенного в 50-е годы прошлого столетия, конечно, очень сложно переделать. И здесь тоже есть определенный подход к этому. Это переселение инвалидов, колясочников с более высоких этажей на более низкие этажи. То бишь формы и методы реализации этих мероприятий, безусловно, координационным советом находятся, решаются не семимильными шагами, скажу честно, но практично, постепенно. На сегодняшний день мы в решении координационного совета четко определили, что все ремонтные работы дорожной инфраструктуры и технические задания, которые подготавливаются на проведение конкурентных процедур, будут согласовываться с координационным советом по делам инвалидов и с управлением социальной защиты населения, для того, чтобы учитывать все эти нормы и требования. И, конечно же, я хочу сказать, что, к большому сожалению, у нас в Щелковском муниципальном районе на сегодняшний день значительное количество инвалидов, колясочников, их насчитывается 273 человека. Это разного возраста. И, конечно, мы должны с уважением, пониманием относиться к тому, что мы должны сделать все для того, чтобы их жизнь была комфортной и, в первую очередь, доступной. Я хочу сказать, что наша телекомпания тоже снимала визит организации «Колесница» лет этого года, в конце лет. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет о том, как проходила проверка объектов, которые должны быть адаптированы для инвалидов. Давайте. Насколько Щелковский район доступен для представителей маломобильных групп населения, решила проверить областная и общественная организация «Колесница». Более 20 жителей со всего Подмосковья, использующих инвалидные коляски, побывали на территории восьми важных социальных объектов города Щелково. Подобная акция уже прошла в нескольких городах региона. Наша задача – проконтролировать, каким образом исполняется программа «Доступная среда». Это федеральная программа, которая софинансируется регионами. Достаточно серьезные инвалиды очень ждут продолжения этой программы с 2016 года. От площади Ленина до многофункционального центра оценивали объекты по наличию комфортных пандусов, парковочных мест, обустроенных туалетных кабинок. Присоединилась к акции уполномоченная по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина. В знак поддержки участников известная телеведущая также прошла маршрут в инвалидном кресле. Я очень довольна, и это, так сказать, начало положено, и дальше мы едем дальше. Мое пожелание – каждым главам сесть в инвалидную коляску и с колесницей, с общественной организацией инвалидов, проехать, не полениться. Инвалиды остались довольны организацией дел в нашем районе. И вот проверили 8 объектов. Как нам сказали, все они соответствовали правилам? Вы знаете, я честно скажу, что нет. Да, и мы сегодня буквально разбирали один из таких объектов, который был особо отмечен в негативном плане. Это городской суд города Щелково. Это федеральный объект, да, но мы не в зависимости от формы собственности решаем комплексно эту программу на территории города и района. И, как сказала Оксана Пушкина, она хочет, чтобы каждый из нас сел в инвалидную коляску и все-таки прошел этот маршрут именно тех людей, кто отвечает за реализацию этой программы. Я сел и понял для себя четко и понятно, что этот вопрос архиважен, его нужно решать. И поэтому каждый месяц мы будем проводить координационные советы, мы будем маленькими шажками идти к комфортному обитанию жизни наших людей, которые ограничены в своем передвижении. И это главная и важная задача работы администрации Щелковского муниципального района. Давайте теперь перейдем к проблемам подрастающего поколения, наверное, самым маленьким жителям нашего города, нашего района. Их проблемы, так скажем, решаются сейчас на самом высоком, на федеральном уровне. Есть даже указ президента о том, чтобы в кратчайшие сроки по возможности ликвидировать очереди в детские сады для детишек в возрасте от 3 до 7 лет. Что у нас делается для того, чтобы выполнить указ президента? На самом деле это очень важная задача. Мы знаем, что в соответствии с указом президента и распоряжениями губернатора Московской области вопрос дошкольного образования ставится на самом высоком уровне. В этом году, в 2015 году, Щелковский муниципальный район ввел в эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждения. Но это не решило всю остроту проблемы охвата детей с 3 до 7 лет, подчеркну, дошкольным образованием. А оно, мы знаем с вами все, что оно сейчас является обязательным образованием. И на сегодняшний день в рамках программы образования Щелковского муниципального района и государственной программы Московской области образования на 2015-2019 года в Щелковском муниципальном районе строится за счет бюджета Московской области с учетом софинансирования Щелковского муниципального района 3 дошкольных образовательных учреждения. Одно учреждение это в поселке Медвежье озера на 240 мест с бассейном. Это второе образовательное учреждение дошкольное в поселке Новый городок, это тоже Медвежье озера. Поселение активно развивается, и там есть острая необходимость в дошкольных образовательных учреждениях. И третье учреждение, Первый советский переулок на месте старого детского дошкольного образовательного учреждения, которое уже по своим нормам не соответствовало никаким требованиям, поэтому было принято решение его снести, снести также вечернюю школу. Все в простонародье знают ее как вечерка, и на этом месте сейчас возводится дошкольное образовательное учреждение. Этим самым мы, безусловно, выполним указ президента в связи с тем, что мы четко знаем и видим в программе электронной очереди, сколько у нас на сегодняшний день детишек ожидает очереди. На сегодняшний день хочу сказать, что актуальная очередь детишек, которые должны пойти в детско-дошкольное образовательное учреждение, на сегодняшний день, 10 ноября, составляет ноль. Но каждый день электронная система переводит детишек по дате рождения в категорию нуждающихся с 3 до 7 лет. И, безусловно, у нас появляется такая необходимость. Но, безусловно, хочу сегодня сказать, что и родителям, законным представителям, что мы не исключаем возможность поступления в дошкольное образовательное учреждение детишек с 2 лет. Это не противоречит закону. Но, в свою очередь, мы обеспечим детишек с 3 до 7, в соответствии с указом президента, а на все оставшиеся свободные места мы, безусловно, будем зачислять детишек с 2 лет распределять в дошкольное образовательное учреждение. Работа ведется огромная. Сроки очень сжатые. К Новому году нам эту работу нужно максимально завершить. Контроль руководителя администрации и меня, как профильного зама, идет каждый день и в выходные дни в том числе. Мы приглашаем и средства массовой информации, телевидение ТРК Щелкова для того, чтобы фиксировать, как продвигается эта работа. Кроме бюджетных учреждений на территории Щелковского муниципального района в рамках инвестиционных контрактов, которые заключены с администрацией Щелковского муниципального района, строится еще 4 дошкольных образовательных учреждений, но один из них будет вводиться в этом году. Он уже полностью готов. Это в микрорайоне Лукино-Варина на 250 мест с бассейном. Мы ждем с нетерпением этого радостного события и ждут жители поселка Свердловский, который тоже динамично развивается. И там есть острая необходимость в дошкольном образовательном учреждении. Там же, в поселке Свердловский, в микрорайоне Анечково, строится сейчас уже на уровне второго этажа, строится еще одно дошкольное образовательное учреждение на 220 мест. Тоже за счет инвесторов. За счет инвесторов строится там. В микрорайоне Потапово строится тоже детский сад. И в сельском поселении Гребневское тоже строится инвестиционный детский сад. Он тоже там необходим. Поэтому работа идет огромная. И мы тут надеемся, что общими усилиями строителей, инвесторов, администрации района мы, конечно же, обязаны выполнить указ президента. Но и в первую очередь обеспечить родителей, законных представителей и детишек дошкольным образованием. В подтверждение Ваших слов у нас сейчас есть возможность посмотреть небольшой видеосюжет о том состоянии стройплощадок на тех трех детских садах, о которых Вы говорили в начале, которые строятся на бюджетные деньги. Это два в Щелково и один в Медвежьих озерах. Репортаж буквально пару дней назад. Давайте посмотрим. Строительство, завершение которого, пожалуй, ждут действительно многие. Сразу три детских садика в Щелковском районе возводятся в рамках программы губернатора региона «Наше Подмосковье». Строительные работы должны быть завершены до конца года. Укладываются ли рабочие в срок, проверили представители администрации Щелковского района. Довольно вместительное учреждение дошкольного образования должно открыть свои двери для юных жителей деревни Медвежьи озера – детский сад с бассейном. Все коммуникации к зданию детского сада сейчас подведены. Перед компанией подрядчикам стоит задача, как можно скорее закрыть контур и подать отопление. А вот в детском садике на территории бывшей воинской части в поселке Новый Городок прогресс значительно меньше. Долгое время работы здесь шли с отставанием. Однако сейчас строительство сдвинулось с мертвой точки. В данный момент на площадке идут монолитные работы на уровне первого этажа. Строительство детского сада в самом центре города Щелково в Первом Советском переулке также продвигается с переменным успехом. Работа на площадке пошли быстрее только после смены компании подрядчика. И сейчас строители готовят конструкции для первого этажа здания. Хочу напомнить нашим зрителям, что у меня сегодня в гостях заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по социальным вопросам Юрий Родионов. Звоните в прямой эфир, звоните к нам в студию. Телефон, я напоминаю, 496, код города 567-1440 и 567-1450. Юрий Николаевич, ну вот вроде с дошкольными, образовательными, как их сейчас называют, учреждениями более-менее все ясно, ждем, скоро будет, до нового года должны сдать некоторые из них уже. Ну а как с более старшим возрастом, уже те, кто ходит в школу, все-таки у нас, наверное, тоже сейчас самая главная проблема – это ликвидация второй смены. Что делается для того, чтобы ликвидировать ее окончательно? Да, это тоже очень хороший и злободневный вопрос и задача. Щелковский муниципальный район – один из тех районов, в котором вторая смена занимает, конечно, огромный процент от числа занимающихся в общеобразовательных учреждениях. Это, безусловно, связано с тем, что город развивается, район развивается, много, вы уже знаете, инвестиционных проектов, много микрорайонов, которые застраиваются. Это, безусловно, здорово, но мы, безусловно, получаем обратный эффект – это нехватка мест в общеобразовательных учреждениях. Вы знаете, что в этом году Щелковский муниципальный район – один из немногих районов Московской области к первому сентября ввел две новых школы. Это инвестиционные школы за счет инвесторов в микрорайоне Богородском и в микрорайоне Лукиноварина. И удостоился визита губернатора Подмосковья и даже председателя Совета Федерации именно в эту новую школу. Это новая школа, она соответствует всем современнейшим требованиям, к чему и стремится и правительство Московской области, и Российской Федерации. Но в этом году, буквально недавно, мы над этим вопросом работали и руководство района очень давно, но в этом году было принято кардинальное решение губернатора Московской области при поддержке партии «Единая Россия» все-таки поддержать и дать возможность построить за счет бюджета Московской области школу в микрорайоне Солнечном в городе Щелково на 1105 мест. Здесь она нужна очень, она разгрузит школу номер 3, которая работает в две смены, в которой насчитывается более 1400 учащихся. И, конечно же, микрорайон Солнечный с нетерпением ждет строительства этой школы. Юрий Николаевич, мы еще поговорим о других проектах. У нас сейчас есть звонок, давайте послушаем какой-то актуальный вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. А я хотела бы узнать, у нас на Сверской, 12, есть площадка, ей 33 года. Вот хотели бы мы узнать, когда нам сделают новую площадку. У нас железные конструкции, они все ломаются, дети цепляются, бьются, головы себе бьют. Просто есть маленькие дворики, и там хорошие площадки. Они, в принципе, там не нужны. У нас большой двор, где собираются со всех домов детки. Вот нам интересно, нам сделают площадку или нет. Спасибо за вопрос. Я так понял, детская площадка, естественно, Сверская, 12. Да, спасибо за вопрос. Да, я сразу скажу, что это сфера деятельности, к сожалению, не моя, да, это сфера деятельности ЖКХ, потому что я правильно понимаю, что эта площадка внутри дворовая. Я единственное скажу, да, потому что, безусловно, в курсе, да, что существует тоже программа по благоустройству дворовых территорий, комплексному благоустройству, куда входят, безусловно, и игровые площадки. В этом году в Щелковском муниципальном районе и в городе Щелково эта работа велась очень активно. На сайте администрации Щелковского муниципального района в разделе ЖКХ можно увидеть перечень дворовых территорий и перечень дворовых территорий, которые запланированы на следующий год в этой программе. Задача губернатора Московской области, которую он поставил буквально на ближайшем совещании, каждый год 10% от существующих дворовых территорий в муниципальных образованиях должны быть благоустроенными, в том числе и игровые площадки для детей с использованием современных материалов, покрытий, да, и норм, которые соответствуют действующему законодательству. Поэтому вопрос можно этот задать, безусловно, в управлении ЖКХ администрации Щелковского муниципального района и по конкретному адресу получить конкретный ответ. Юрий Николаевич, давайте перевернемся тогда к нашим школам. Вы сказали о том, что возобновляется строительство школ в микрорайоне Солнечный, а помимо этого проекта, что еще должно реализоваться? И еще очень приятное событие, тоже по решению губернатора и при поддержке, повторюсь, партии «Единая Россия», поддержана инициатива жителей, как я уже сегодня говорил, динамично развивающегося поселения Медвежьи озера, пристройка к сельской школе Медвежьих озерах на 275 мест. Также она включена в программу «Пристройка» К уже существующему месту. Да, к существующему. Она также позволит нам лишить очередь второй смены и решить проблему, но мы смотрим правде в глаза и говорим о том, что решит она эту проблему, наверное, не на очень долго, потому что идет активно застройка и инвесторами планируется строительство в поселке Медвежьи озера школы на 500 мест. Эти решения приняты губернатором. То есть новая абсолютно школа. Эти решения приняты губернатором. Проекты сейчас проходят экспертизу, проекты есть, но мы еще раз проверяем, привязываем к местности. Этим занимается в Управлении строительства администрации Щелковского муниципального района согласование и в следующем году по плану реализации этой программы пристройка к школе Медвежьих озерах должна быть построена 1 сентября, а программа по строительству школы в микрорайоне Солнечном на 1105 мест рассчитана на 2 года, то бишь открытие этой школы мы планируем 1 сентября 2017 года, чего с нетерпением вместе с жителями этого микрорайона ждем. Мы продолжим наш разговор об образовании, о школьном, о внешкольном буквально через несколько минут. Не переключайтесь, мы вернемся в эту студию. Мы продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 496, это код города, 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте вопросы моему сегодняшнему гостю, заместителю, руководителю администрации Щелковского муниципального района по социальным вопросам Юрию Роденову. Юрий Николаевич, в первой половине нашей программы мы говорили об образовании, дошкольном, школьном. Но, как говорится, школьная жизнь – это не только учеба. Существуют каникулы, большие летние, существуют маленькие, осенние, зимние. Как организуется досуг учеников, учащихся щелковчан во внеурочное время? Ну, безусловно, конечно, хочется сказать о том, что буквально неделю назад мы подвели итоги летней оздоровительной кампании. Конечно, отдых детей в летний период – это особая составляющая оздоровления детей, подготовки к новому учебному году. Я уже говорил, и еще раз скажу, что была проделана огромная работа, в первую очередь, по капитальной ремонту загородного лагеря «Юно-армеец», который позволил нам в этом году выйти на совсем другой уровень оздоровления детей в летний период. До недавнего времени существовал один загородный лагерь «Лесная сказка», всем известный, на 150 мест. Лагерь «Юно-армеец» на 288 мест, комфортабельный, уютный, 22 гектара лесополосы, березовые рощи, полностью по современным стандартам оборудован, корпус с актовым залом, со столовой, с библиотекой. И, конечно же, мы очень переживали за открытие, которое затягивалось в этом году по причине ремонтных работ, окончания ремонтных работ. Но это волнующее событие состоялось. Наши ребята смогли 21 июня открыть первую смену в этом лагере «Юно-армеец». И по итогам летней оздоровительной кампании в загородных оздоровительных лагерях Щелковского муниципального района смогло отдохнуть 1057 детей. По сравнению с прошлым годом эта цифра составляла 465. То есть более чем в два раза больше? Более чем в два раза, конечно же. Кроме этого, у нас работали лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ. Там тоже произошло значительное увеличение. Потребность в этом, безусловно, есть. Это в основном первая смена в июне месяце, когда еще родители не свободны от выполнения своих служебных обязанностей, пока еще не в отпусках. Поэтому большим подспорьем становится лагеря с дневным пребыванием детей. В этом году мы направляли детишек, у нас отдохнули 71 ребенок отдохнул в Крыму. Эта программа с прошлого года стартовала и работает успешно и у нас в Щелковском муниципальном районе. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня ребенок учится в 11-й школе. Хотелось бы узнать, будут ли расширять территорию 11-й школы и когда это будет сделано, выполнено? 11-й школа это на институтском университете? Это Чкаловская. Это Чкаловская, да. Спасибо за вопрос. На самом деле, 11-я школа наряду с другими школами Щелковского муниципального района также работает в две смены. Она очень перегруженная, эта школа. Значит, расширять эту школу, безусловно, будем. Согласно инвестиционного проекта строительства жилых домов возле школы номер 11, мы в следующем году начинаем первую стадию строительства. Также пристройки к этой школе. По типу медвежьих. По типу медвежьих озер, да, инвестор работает, инвестор сейчас согласовывает проектную документацию. Там существовало и существует пока еще один нерешенный вопрос. Это нехватка чуть-чуть, нехватка земельного участка. Это вопрос разрешится в ближайшее время. Все документы будут согласованы и эта работа пойдет. На самом деле вопрос очень злободневный, вопрос очень важный. Мы его держим на особом контроле и руководители администрации Алексей Васильевич Валов и глава Щелковского муниципального района над этим вопросом работаем практически в еженедельном режиме. Знаем, очень много поступает вопросов, жалоб от родителей, о том, что район развивается, динамично развивается и Потапово, и микрорайон Гагаринский. Это все тот район, где у нас находится школа номер 11. Поэтому тоже мы не забываем в дорожной карте Щелковского муниципального района по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях эта школа безусловно стоит в первых рядах и мы этот вопрос будем решать. Но объективно скажу, что разрешение этого непростого вопроса рассчитано на 2016 и 2017 годы. Потому что это инвестиционный проект и безусловно инвестор в один год вложить полностью средства в эту пристройку безусловно не сможет. И мы знаем с вами, что сейчас непростая экономическая ситуация, которая коснулась не только моей сферы, которую я руковожу социальной, но и безусловно бизнеса, который работает на территории Щелковского муниципального района, поэтому есть безусловно и с этой стороны некоторые проблемы. Но мы их стараемся решать, обсуждать и ни в коем случае не замалчивать, обострять на уровне правительства Московской области. И губернатор Московской области знает об этой проблеме именно 11-й школы. Это он узнал не только из писем и жалоб жителей неравнодушных и безусловно это правильно, но он знает и из нашей программы и из наших намерений. Давайте вернемся к тому, чем занимаются школьники наши во внеучебное время. Мы говорили о летнем отдыхе, об открытии лагеря юно-армеец, который и сейчас не прекращает свою работу даже во время учебного года. Буквально в самом начале октября на базе юно-армеец прошел первый всероссийский слет учащихся кадетских классов под названием Юни-Спас. Давайте посмотрим этот сюжет, а потом продолжим разговор. Знать строение космической ракеты, уметь собирать автомат на скорость, познакомиться с военной авиацией. Настоящий спасатель должен быть готов ко всему. Первый всероссийский слет команд кадетских классов Юни-Спас прошел в Щелковском районе. Пять дней ребята провели в муниципальном лагере юно-армеец, посетили множество интересных мест и просто хорошо повеселились. Торжественная церемония закрытия состоялась в день запуска первого искусственного спутника Земли. Именно этой великой дате был посвящен слет. Участники слета более 200 ребят из 12 регионов России. Они ученики кадетских классов, общеобразовательных учреждений, изучают начальную военную подготовку, теорию космонавтики и авиации. Программу для слета подобрали соответствующую. Юные спасатели побывали в Центре подготовки космонавтов, осмотрели лучшие экземпляры военной авиации на Чикаловском аэродроме и, конечно, не смогли обойти вниманием личность первого в истории космонавта. Возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину. Немало интересного также происходило и в лагере юно-армеец. Ребята смогли попрактиковаться в гонках радиоуправляемых машинок, пилотировали настоящие геликоптеры. Однако больше всего юным спасателям запомнилась игра «Зорница», во время которой можно было принять участие в жаркой военной схватке. Игра прошла с использованием технологии «Лазер-Тек», так что во время военных действий никто из ребят не пострадал. Прежде чем продолжим разговор, я предлагаю послушать еще один звонок. У нас есть вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. А когда откроют «Ледовую арену»? Хороший вопрос. Мы еще поговорим в конце нашей программы о «Ледовой арене», но раз уж спросили, надо ответить. Спасибо огромное. На самом деле и город Щелково, и Щелковский муниципальный район, я знаю, не понаслышке, очень давно ждет этого события. Этому предшествовала огромная работа. По программе губернатора Московской области, в нашей Подмосковье был построен спортивный комплекс с «Ледовой ареной». Мы сейчас завершаем подготовку документов для ввода в эксплуатацию этого учреждения Щелковского муниципального района. И по оптимистичным прогнозам, чтобы вас не вводить в заблуждение, я полагаю, что к 15 декабря этого года мы вместе с вами сможем покататься на великолепном ледовом поле этой ледовой арены. И сразу скажу, что будет время и для льготной категории, будет время и для людей пожилого возраста, но и безусловно для хоккеистов, которые с огромной жаждой ждут того времени, когда откроется все-таки ледовая арена. Ну, раз уж мы заговорили о ледовой арене, я думаю, надо поставить точку в этом разговоре. Хочу сказать, что совсем недавно, уже буквально почти открытый наш ледовый дворец посетил трехкратный олимпийский чемпионок по фигурному катанию Ирина Роднина. И вот что она сказала нашим зрителям. Давайте посмотрим этот короткий сюжет. Естественно, новый объект, это всегда интересно, потому что вот сейчас не только здание закончили, как говорится, но и закладывается, какая будет будущая работа. Сейчас только за последние 6-7 лет, когда я стала работать программа, федеральная целевая программа по строительству спортивных сооружений и программа партии «Единая Россия» по быстровозводимым спортивным сооружениям, мы за последние, как я говорила, 7-6 лет открыли более 300 спортивных объектов именно со льдом. Они же не виноваты, что вот в Щелково только сейчас построили катание. Но в свои там 7-10 или 15 лет они тоже хотят научиться заниматься, кататься, красиво кататься, да. Все нормально понимают, что если я музыку взяла, гитару в 15 лет, я могу элементарно научиться. То же самое фортепиано. То же самое здесь может быть и с фигурным катанием или с хоккеем. То есть мы должны людей научить грамотно двигаться на льду, неважно, сколько тебе лет. Если Инна Константиновна уже на нас обратила внимание, то я думаю, что здесь будет развиваться и фигурное катание. Потому что Ирина Роднина, вот я с ней пообщался, ну это абсолютно такой позитивный человек, человек, который несет в себе импульс начала. И я уверен, что это начало состоится в Щелковом муниципальном районе, частном городском посередине Щелково. И будет у нас культивироваться еще и фигурное катание помимо хоккея. Юрий Николаевич, у нас звонок еще один. Давайте отвлечемся пока от нашего разговора и послушаем вопрос нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Юрий Николаевич, добрый вечер. Я беспокою вас на настоящий момент по такому злободневному вопросу, как оплата в детских садиках. Это зарплата труда младшего персонала. В частности, няня. Мы живем уже в 21 веке. 10 тысяч няня получает на руки. Это нищенская зарплата. И я не знаю, как можно дальше платить людям такую зарплату. Никто не идет на эту работу. Только нуждающиеся, которые должны детей пристроить. Каторжный труд целый день. Руки в воде. Столько поклонов надо сделать. Отвечаешь за здоровье и жизнь детей. И никто на это не обращает внимания. Вот интересно, среднюю зарплату сотрудника образования и няню. Вы сравните, какая будет средняя зарплата. Неужели нельзя в районе решить эту проблему? В частности, Фрязино. Младший обслуживающий персонал получает гораздо выше. И такой разрыв идет между зарплатой воспитателя и няней. Не должно быть такого. Не должно. Как-то надо на уровне района образования нашего решать эти вопросы. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос серьезный. Вопрос этот, сразу скажу без обид, не уровня муниципального образования. Это вопрос уровня, как минимум, региона. Значит, о том, о чем заговорила телезрительница, да, о доплатах из бюджетов городских округов и муниципальных образований. К сожалению, я хочу констатировать факт, что мы не можем себе позволить этого, Щелковский муниципальный район. Ввиду того, что на сегодняшний день район Щелковский в пятерке лидеров по количеству образовательных учреждений. Я хочу вам привести и такой маленький пример, что бюджет Щелковского муниципального района весь, если взять за 100%, 75% бюджета составляет бюджет системы образования Щелковского муниципального района, куда входит это школьное образование, общее образование и дополнительное образование. Я еще хочу сказать, что 10 тысяч рублей зарплата на сегодняшний день, безусловно, у нянечек или младших воспитателей быть не может. Сегодня минимальный порог 12 тысяч рублей, не в зависимости от стажа и квалификации. Конечно же, младший воспитатель – это люди с непрофессиональным образованием. Младшим воспитателем может быть любой человек, закончивший среднюю общеобразовательную школу. Конечно, его труд тяжелый, безусловно, нужный, но сравнивать его с воспитателем, конечно, нельзя, безусловно, но этот вопрос тоже стоит на повестке дня системы образования и руководства района. Но мы этот вопрос все-таки выносим на уровень, в первую очередь, региона, для того, чтобы были внесены поправки в положение об оплате труда сотрудников образовательных учреждений. И хочу сказать, что буквально два года назад система образования вообще Российской Федерации сделала правильный шаг вперед, потому что мы помним тот момент, когда разрыв в заработной плате между общим образованием и дошкольным образованием был настолько велик и огромен, что было несправедливо, что учитель общепрозывательной школы получал в 3-4 раза больше, чем воспитатель в детском саду. Были приняты решения на уровне Российской Федерации региона, зарплата была увеличена в разы, и на сегодняшний день мы ежедневно отслеживаем среднюю заработную плату, которая должна соответствовать среднему по региону, то бишь Московской области, и стремимся к увеличению заработной платы. Но ради справедливости хочу сказать, что каждый руководитель каждого образовательного учреждения дошкольного образования практически еженедельно обращается в Комитет по вопросам образования с вопросом о разрешении стимулировать младших воспитателей, нянечек. И они это делают из средств бюджета, из приносящей доход деятельности. И безусловно, мы всегда на стороне директора заведующего, то бишь дошкольного образовательного учреждения, который заботится именно об этой категории своих работников. Юрий Николаевич, наша прямая телефонная линия становится в буквальном смысле слова горячей, раскаляется до предела. Еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Слежу за вашей работой, приятно, действительно, все это делается. Я бы хотела обратиться с просьбой. Обратите, пожалуйста, внимание наверх, на микрорайон Заречный, Пролетарский проспект, на Теглово, Тегасторама. Не один год я прошу, чтобы нам здесь сделали сандинавскую дорожку. Я уже к Никите обратилась к депутату, он нам обещал. Но у нас вот наверху в микрорайоне ничего не сделано для пожилых людей. А вот сейчас хоть и организовали в парке, но ведь это так далеко нам ходить неудобно. И еще, простите, пожалуйста, как-то я была на биокомбинате, там тоже сдавались детские площадки, и вдруг я увидела пожилые люди сидят за тренажерами и разминают ножки, ручки, плечики свои больные. Ну поставьте нам во дворе, вот у нас Пролетарский 17, возможность есть, будет весь микрорайон сверху ходить, и в гору ходить не надо. Ну, пожалуйста, займитесь нами. Спасибо огромное. Там есть и там есть, а у нас ничего нет. Будьте внимательны к нам. Спасибо большое. Спасибо. Илья Николаевич, тренажеры появятся? Безусловно, мы этот вопрос возьмем на проработку, да, места, потому что сейчас много делается на самом деле и по, я уже говорил, по благоустройству дворовых территорий, да, мы совместно с коллегами, со своими сотрудниками ЖКХ, мы этот вопрос проработаем и посмотрим, потому что сейчас тоже хочу сказать, что по поручению главы Щелковского района и руководительной администрации мы прорабатываем вопрос велодорожек, да, сейчас тоже актуальная тема, на территории и города Щелково, который связывали бы самые значимые социальные объекты, парк тот же. И, конечно, люди справедливо задают вопрос, да, что многим далековато ходить в парк, но мы этот вопрос проработаем и обязательно с вами свяжемся. Спасибо. Ну и завершая спортивную тему, еще задам вопрос, мы говорили о том, что в ближайшее время должен открыться ледовый дворец, которого так с нетерпением ждут все жители нашего города и район тоже. А какие-то еще спортивные объекты планируются ввести в ближайшее время? В этом году городу Щелково на самом деле просто на события везет. К концу года мы введем еще один спортивный объект, это тоже физкультуро-оздоровительный комплекс на Воронке, на улице Центральной, где детский стадион, все знают, что такое детский стадион. Это универсальный спортивный комплекс, где будет игровая зона для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тренажерный зал и зал для единоборств. Поэтому сейчас очень активно ведутся завершающие работы. Я надеюсь, что к Новому году это будет еще одним подарком жителям не только города Щелково, а всего Щелковского муниципального района, потому что объектами спорта мы не избалованы, потребность в них есть огромная. Детская и юношеская спортивная школа занимаются на базе всех объектов, в том числе на базе всех спортивных залов общеобразовательных школ. Поэтому эти два объекта, безусловно, станут огромным подспорьем в развитии спорта в Щелковском муниципальном районе. Юрий Николаевич, у нас осталось буквально полторы-две минуты. Я хочу задать этот вопрос. Мы почти не коснулись культуры. Если, скажем, в спортивных мероприятиях наш город, наш район выходит на и областной, и даже всероссийский уровень. Но есть одно такое мероприятие у нас, которое вышло уже даже давно на международный уровень. Я, конечно, имею в виду историческую реконструкцию, душуновские маневры. Если буквально несколько слов о том, что было в этом году, какие наши достижения. Конечно, я хочу сказать, что 17 лет подряд и в этом году не исключением столы душуновские маневры. И жители многие Щелковского муниципального района знают, что это такое. В этом году мы представили проект района на всероссийский конкурс, на национальную премию в области событийного туризма. И были приятно удивлены, что наш проект стал вторым в Центральном федеральном округе, после чего был направлен на соискание премии в области событийного туризма в финальную часть, которая проходила буквально месяц назад в городе Казани. И по мнению профессионального жюри в области туризма, событийного туризма, проект душуновские маневры завоевал престижнейшую премию, третье место завоевал. И, конечно же, мы очень этому рады, гордимся этим и, безусловно, будем продолжать этот великолепный проект, нужный проект из года в год. Юрий Николаевич, давайте на такой оптимистичной ноте закончим нашу программу. Спасибо. Спасибо вам, что нашли время прийти в нашу студию. Спасибо за ответы на вопросы. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. До встречи следующий вторник в программе «Диалог. Счастливо». «Диалог. Счастливо».